Электронная регистрация сделок с недвижимостью. Сейчас документы для электронной регистрации права на недвижимость можно подавать в двух формах. Первое. В бумажной форме. Стормы идут непосредственно в МФЦ и подают в Росреестр заявление, договор купли-продажи в бумажном виде. И второе. В электронной форме. Для подачи документов в электронном виде пользуются услугами таких сервисов, как Технокат и Смартдейл, банков и нотариусов. Все эти действия происходят через мобильный телефон с установленным приложением. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. В этом видео-выпуске мы разберем, в чем отличие электронной регистрации от обычной, какие есть минусы и плюсы. А пока прошу, сделайте вашу серую кнопку подписаться красной, чтобы получать оповещения о новых выпусках на нашем канале. Итак, в чем же отличие электронной регистрации от обычной? При обычной регистрации. Первое. Количество экземпляров договора купли-продажи равно количеству сторон подписантов. Плюс один экземпляр для Росреестра. Сейчас не обязательно. Достаточно двух экземпляров договора. Второе. После регистрации стороны на руки получают свои экземпляры договора с круглой печатью, с прямоугольным штампом и подписью регистратора. Также покупатель получает выписку из ЕГРН с синей печати. Соответственно, именно эти документы могут быть условием доступа к ячейке для раскрытия кредитива номинального счета банка для получения денег продавцом. Идем дальше. При электронной регистрации. Первое. Количество экземпляров договора купли-продажи равно количеству сторон подписантов. Экземпляр для Росреестра в тексте договора купли-продажи не указывается, но прикрепляется в Word или PDF файле. Второе. В Росреестр подается не оригинал договора купли-продажи, подписанного сторонами, а отсканированная копия договора в электронном виде. Важно. Простите сотрудника банка прикрепить именно скан, подписанный сторонами, а не Word файл. Третье. У сторон на руках остаются экземпляры договора без живых печатей Росреестра. Такой договор также имеет юридическую силу. Четвертое. После регистрации стороны получают на электронную почту документы в электронном виде. Продавцу. Договор купли-продажи в виде электронного образца документа в формате PDF с УКЭП, усиленной квалифицированной электронной подписью регистратора. А покупателю. Договор купли-продажи в виде электронного образца документа в формате PDF с усиленной электронной цифровой подписью регистратора. и выписка из ЕГРН, Единого государственного реестра недвижимости, в виде электронного образца, также в формате PDF с УКЭП-регистратора. При необходимости в МФЦ можно заказать дубликат договора купли-продажи, а также рекомендую заказать ЕГРН с синей печатью. Далее мы разберем, как проходит электронная регистрация. Как проходит электронная регистрация? Итак, первое, готовим пакет документов для сделки. В договоре купли-продажи отражаем информацию о количестве экземпляров только для сторон. В пункте о взаиморасчетах указываем предоставляемые банку документы. Договор купли-продажи в виде электронного образца, также в PDF с УКЭП и выписка из ЕГРН в виде электронного образца, все в том же виде PDF с УКЭП. Второе, заранее проверяем наличие у участников сделки с НИЛС и ННН и соответствия их паспортным данным. Если есть несоответствие, то заранее справляем ошибку в органе, выдавшем такой документ. Третье, удостоверяющий центр создает электронные подписи для участников сделки. Четвертое, формируем пакет документов для подачи в Росреестр. Пятое, организация отправляет в электронном виде документы, заявления на регистрацию, а участники сделки заверяют своей электронной подписью. И последнее, шестое, после регистрации документы приходят на электронную почту участников сделки. Позволю себе ненадолго прерваться и далее мы разберем плюсы и минусы электронной регистрации. Дорогие зрители, если вам потребуется юридическое сопровождение сделки или углубленная проверка собственника, мои контакты вы найдете в описании к видео. Ну а я продолжаю. Плюсы и минусы электронной регистрации. Безусловные плюсы. Экономия времени и денег. Не нужно ходить в МФЦ. Сроки регистрации короче. Стоимость госпошлина за регистрацию права собственности ниже, чем при обычной регистрации. Безусловный плюс. Удобство. Можно подать заявление в своем городе, даже если вы покупаете недвижимость в другом регионе. Еще один плюс. Покупатели по ипотеке выбирают электронную регистрацию, так как банки в этом случае предлагают заемщику снизить процентную ставку по ипотеке. Быстрыми темпами все идет к цифровизации. Рано или поздно скоро мы все перейдем к электронному документу оборота. Бумаги останутся в прошлом. Далее мы рассмотрим минусы. Я выделил три основных. Электронная регистрация это нововведение. Несмотря на отправку документов по защищенным каналам связи, мы не знаем, какие виды мошенничества могут появиться. Например, получение доступа мошенниками к электронной подписи. Еще одним безусловным минусом является то, что в Росреестре не будет храниться оригинал договора, подписанного сторонами. Это может вызвать трудность при последующем отчуждении недвижимости, так как некоторые покупатели требуют оригинала документа основания с печатями регистрирующего органа и подписью регистратора. Минус, что не все виды сделок можно регистрировать электронно. Друзья, ссылки на телеграмм ФК Дзен канала в описании к видео. Буду рад, если подпишетесь. Если вам потребуется помощь в юридическом сопровождении оформления недвижимости, обращайтесь по контактам, указанным в описании к данному ролику. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.